400 мест, 140 аппаратов ИВЛ. В клинической больнице номер 4 расположился самый большой на Дальнем Востоке инфекционный госпиталь. На данный момент в нем проходят лечение 170 человек, которым поставлен диагноз коронавирус. По указу президента России с федерального бюджета для врачей, которые работают в очаге инфекции, положена доплата 80 тысяч рублей ежемесячно, плюс краевой коэффициент. 23 тысячи краевая доплата, 38 тысяч федеральная доплата и 80 тысяч рублей доплата в соответствии с указом президента. На эти все суммы накручивается наш дальневосточный коэффициент 1,5 и получается такая сумма итоговая. Все деньги, которые пришли к нам с федерального бюджета, мы все своевременно рассчитали и люди уже получили в своих смс-сообщениях новую заработную плату. В итоге врачи клинической больницы номер 4 получают по 300-350 тысяч рублей в месяц. Младший медперсонал до 100 тысяч. Зарплата наша увеличилась примерно в три раза, поэтому в принципе это достойная оплата труда за данные риски. Если раньше, как старшая сестра, я получала примерно 50 тысяч с тем же объемом работы, то сейчас я получаю в три раза больше. Пациентам с COVID-19 врачи и персонал пускают только в полном обмундировании. Средства индивидуальной защиты дезинфицируют и меняют после каждой смены. Условия нелегкие плюс риск заражения. Для того, чтобы этот риск минимизировать, должны проводиться соответствующие мероприятия. Это обеззараживание мест, где находятся и пациенты, и персонал. Это специальные дезсредства, это специальные ультрафиолетовые лампы, это средства индивидуальной защиты, это регулярное проветривание, это особый санэпидрежим для пациентов, которые находятся в палатах. Они еду принимают в палате в одноразовой посуде, все инъекции проводятся в палате. То есть это очень большой комплекс мероприятий для того, чтобы минимизировать эти риски. Пока прогнозы с улучшением ситуации с инфекцией неутешительные. Однако врачи готовы продолжать работать в таких условиях. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.